Пока родители работают, дети отдыхают. Наступило лето, и с приходом школьных каникул взрослые часто задаются вопросом, как и где организовать досуг ребенка в будние дни, чтобы не нужно было уезжать далеко от дома, а развлечения были разнообразными и безопасными. Контрольные экзамены, уроки и перемены – все это школа с сентября по май. Однако летом учреждение превращается в универсальную площадку, где можно весело провести время. Хочешь – занимайся спортом. Хочешь – проводи время на площадке в компании друзей. Хочешь – танцуй, словом делай все то, что тебе нравится. Лагеря дневного пребывания работают в 15-ти общеобразовательных учреждениях округа. Например, в школе номер 19, расположенной в Медвежьих озерах, отдыхают 100 ребят. У нас лагерь открылся с 1 июня, он у нас в одну смену, по 22 июня. Приятно, что у нас такой большой спрос на путевки, дети отдыхают, школа для них действительно – это второй дом. Пять дней в неделю с утра до вечера ребята посещают различные кружки и секции, которые организовали как работники самой школы, так и соседних учреждений дополнительного образования, спорта и культуры, с которыми ведется взаимодействие. Ребятам нужно многое успеть – написать картину, выучить современный танец, принять участие в театральной постановке. Важно то, что ребенок сам выбирает занятия по душе. Разные эстафеты, соревнуемся с третьим, первым и вторым отрядом. У нас бывают конкурсы, мы получаем звезды. Сегодня еще проходил шахматный турнир. Мне удалось среди всего четвертого отряда занять второе место. У четырех отрядов каждый день расписан буквально поминутное. Конечно, важным пунктом распорядка дня является своевременный прием пищи, полезный и сбалансированный завтрак, обед и полдник. Кто шагает, дружно в ряд, наш голодненький отряд. Открывайте шире двери, мы голодные, как звери. Ребят, вкусный обед? Если кто-то не успел приобрести путевку в школьный лагерь или не хочет, чтобы ребенок проводил в школе еще и каникулы, то альтернативой такому досугу может стать отдых, который предлагают различные частные учреждения. Например, спортивные клубы, где в будние дни ребята могут провести время. Здесь их ждут различные активные занятия, так что про игры в смартфоне и просматривание видео в социальных сетях можно забыть. Да и времени на них просто не будет. Порядка 5-6 лет каждый год мы организовываем такой прекрасный досуг. Мы за здоровый образ жизни, он у нас проходит очень активно. Акцент мы делаем на уличные прогулки, на повышение иммунитета. У нас ежедневное посещение бассейна, ежедневное посещение соляной комнаты. А если захотелось организовать отдых детей на несколько часов или же провести время всей семьей в интересном месте, то увлекательный досуг предлагают различные развлекательные детские клубы Щелково. У нас на самом деле здесь все интересно. У нас и батуты есть, и малышковая зона, и лабиринт прекрасный. Также есть зоны для проведения дня рождения, зона кафе, зона лаунжа. Веселые и активные. Именно таким должен быть отдых современного ребенка. Провести время вместе с детьми или же организовать их досуг, пока у родителей работа кипит, возможно. И для этого не нужно ехать далеко. Продолжение следует...